Чемпионат Европы в Хельсинки был последним крупным легкоатлетическим стартом перед Олимпиадой и вполне понятно желание многих лидеров посвятить оставшееся время тренировкам, не принимая участия в финляндском старте. Что говорить, если даже белорусская сборная не выставила всех сильнейших атлетов, хотя были виды, где мы увидели лучших отечественных представителей легкой атлетики. На чемпионате Европы выступала команда неполная в Республике Беларусь. Очень много сильнейших спортсменов пропускали по собственным причинам. Из наших студентов выступало два человека. Две девчонки, выступала Катя Поплавская, которая заняла третье место, и в эстафете должна была бежать Анна Ташпалатова, но по определенным причинам, видимо, три на так решили, что и эстафета 4 по 100 метров, и эстафета 4 по 400 метров выступала не в сильнейшем составе, и этим, в общем-то, и объясняется выступление, слабое такое выступление. Но Екатерина Поплавская, например, в этом году выполнила норматив на Олимпиаду, только в этом году она выполнила его, и попала на Олимпийские игры, и сейчас подтвердила свой высокий уровень тем, что заняла третье место. А в барьерном беге у женщин третье место на Европе мы не занимали очень давно. В этом же забеге второй стала еще одна белорусская Алина Талай, которая также, как и Катя Поплавская, будет представлять нашу страну на Олимпийских играх в этом виде. В Великобритании девушек ждет, конечно, куда более высокая конкуренция, чем на Европейском первенстве. Однако, почему бы и в Лондоне Алине Талай и Катерине Поплавской вместе не подняться на пьедестал почета и получить Олимпийские медали? Во всяком случае, шансы на это у представительниц белорусского барьерного бега есть.